Я думаю, что наши спецслужбы знали о тотальном контроле американской разведки и спецслужб и за нашими представительствами, и за их даже ближайшими союзниками. Просто то, что Сноудон скрыл это, то, что они постоянно скрывали и с таким цинизмом в то же время следили за своими ближайшими союзниками формально, это говорит о многом. Американцы потеряли лицо. Надо сказать, что я, когда ездил в Гагу, как представитель общественного комитета России в защиту генерала Радко Млайча, я встречался с ним в тюрьме Гагского трибунала, а потом передвигался, вернулся в Амстердам, и там я видел слежку американских спецслужб. В номер, который мы находились, пришел, был полностью перевернут, подушки были сброшены, и они давали понять, что типа не вмешивайтесь, мы все равно контролируем ситуацию, даже в этом вопросе. И уж тотально они ведут его там, где, в общем-то, задействованы их экономические интересы, потому что это империализм. Это, в принципе, мировая империя, которая пытается монополизировать мировую власть. И через мировое правительство Большой Семерки, фактически, они там первая скрипка, их олигархи первая скрипка в мировом мире. Поэтому то, что произошло со Сноудом, это еще раз просто это показало. Ухудшить отношения с Россией они не могут, потому что это, в принципе, американцы сейчас пытаются только сохранить лицо, его забрать. На самом деле, мы надеемся, что президент Путин и руководцы страны, которые отвечают за стратегическую безопасность, проводят правильный путь на отслеживание наших государственных интересов. И американцы это, видимо, совсем недавно почувствовали. Стало это ясно после дела Магнитского. И то, что мы должны здесь жесткую позицию соблюсти, это однозначно. Если есть возможность, мы можем предоставить убежище Сноудуну. Я не вижу здесь никакого криминала, это будет вполне логично. Продолжение следует...